Модуляция сигналов. Ну вот, собственно, мы и добрались до физического уровня ИСО-оси, собственно, над преобразованием сигналов. Ну, что такое модуляция, зачем она нужна? У нас сигнал, конечно, цифровой, но природа у нас аналоговая, поэтому нам нужно каким-то аналоговым способом передавать цифровой сигнал. То есть нужно его преобразовать в некоторую физическую структуру, которой, собственно, этот сигнал и передается. Но проще всего использовать электромагнитную волну. Соответственно, электромагнитная волна имеет самое простое, если не вдаваться в глубину, вспомните преобразование Фурье. У нас волна имеет амплитуду, волна имеет чистоту и сдвиг фазы. Соответственно, мы все три этих параметра можем использовать для кодирования. Это называется модуляция, потому что под кодированием понимается немного другая вещь. Для представления цифрового сигнала в виде аналогового. То есть амплитудная модуляция, частотная модуляция, фазовая модуляция. Амплитудная модуляция, первое, что приходит в голову, это самое простое. Частотная, более сложная и фазовая модуляция, наверное, самая сложная, но имеется в виду на уровне аппаратуры. При амплитудной модуляции у нас завязано на амплитуду. Вот у нас сигнал, у нас не учитывается... частота, у нас не учитывается фазовый сдвиг, у нас учитывается только амплитуда. Ну и соответственно, поскольку мы должны передавать электромагнитную волну, то мы можем различать разную электромагнитную волну по так называемой несущей частоте. То есть по частоте, на которой мы задаем нашу электромагнитную волну с нашей амплитудой. Идеально, конечно, мы, скажем, выбираем амплитуду, которая будет соответствовать единице и нулевую амплитуду, то есть отсутствие сигнала, будем задавать, что это ноль. На самом деле это не всегда получается. Отсутствие сигнала достаточно проблемная вещь, поэтому задают нижний уровень сигнала — ноль, и верхний уровень сигнала — это единица. Частотная модуляция. Тут мы кодирование осуществляем с помощью разной частоты, то есть сигнал с разной частотой, с разной несущей, если хотите. У нас, меняя частоту, мы изменяем, собственно, наш сигнал. Одна частота задает единицу, другая частота — ноль. Это бинарная модуляция, бинарная, два элемента. Мы можем более сложную структуру задать, то есть использовать не две частоты, а многочастот — это многочастотная модуляция. Вот у нас таким образом осуществляется бинарная модуляция, то есть у нас вот две несущие. Одна несущая задает единицу, другая несущая задает ноль. Для удобства у нас идет одна частота основная, и мы рассматриваем не частоты сами по себе, а некое отклонение от основной частоты. Так удобней снимать показания и передавать информацию. При многочастотной информации у нас, соответственно, несколько сдвигов от основной частоты. Тут сдвиги почему? Потому что, опять же, у нас волна диссипирует, изменяет свои показания при прохождении среды, поэтому абсолютные показания могут меняться, и их отслеживать сложнее, чем дифференциальные показания, то есть показания, которые отличаются от какого-то эталона. Всегда удобнее снимать более надежно, более защищенно от ошибок, снимать дифференциальные показания, чем абсолютные. И фазовая модуляция, мы смещаем в фазу сигнала. Фактически у нас получается теперь не волна, идущая, скажем, вертикально, а вращающаяся волна. Соответственно, вот у нас самые распространенные виды фазовой модуляции. Опять же, все, что мы тут приводим, это именно основные виды. Нет никаких причин, чтобы не комбинировать их или не задавать их варианты. Двухуровневая фазовая модуляция, опять же, самая простая, это мы передаем сигнал обычный и сигнал, повернутый на π, то есть с разной фазой. Получается плюсовой и минусовой сигнал фактически. Один будет единицей, другой нулём. Дифференциальная модуляция, опять же, нам удобнее, как я говорю, снимать не абсолютное значение, а дифференциальное значение, потому что более защищённое от ошибок. Квадратурная модуляция хороша чем? Тем, что мы можем кодировать при данной модуляции сразу два бита. Ну и сдвиг, соответственно, полный поворот, полный поворот 2π, 2π разделить на 4, получается π пополам. Сдвиг на π пополам. И многоуровневая модуляция фазовая идеологически соответствует квадратурной модуляции, который разбивается просто на N уровней, или на 2N уровней, что удобнее. Кроме модуляции, то есть представления сигнала в виде волны, мы также должны закодировать сигнал. Код сигнала должен выполнять несколько функций. Вот у нас проведены разнообразные варианты кодов сигналов. Код сигнала должен быть желательно, самосинхронизующимся. Почему? Как вы помните, у нас есть синхронные и асинхронные компьютерные системы. Синхронные компьютерные системы у нас управляются тактовым генератором, который задает начало и конец каждого такта, и мы по этим тактам отслеживаем сигналы. Это обычный компьютер, да, у нас плюс, быстро все, простое кодирование сигнала и так далее, асинхронный. У нас нет тактового генератора. У вас соединена Москва-Пекин, вам трудно будет построить тактовый генератор, чтобы на всем протяжении он отмерял одни и те же тактовые элементы. Поэтому, если мы строим асинхронный код, то он должен быть самосинхронизирующимся. То есть мы должны точно понять, это единица или ноль, и не съехала ли у нас наша шкала, и может мы уже другой байт смотрим, бит другой смотрим. И второе, конечно, это желательно, чтобы код был со сжатием, то есть чтобы мы могли кодировать больше информации в меньшем объеме кода. И вот простейший код, non-return to zero. Самый простейший, да, у нас единица, это верхний уровень, ноль это нижний уровень сигнала. Очень хороший код, но этот код не самосинхронизирующийся. Передадим последовательность из 100 нулей, поскольку в одной и другой точке чуть-чуть отличаются часы, такт отличается, и мы в одной точке передали 100 нулей, а в другой точке получили 98, 99, 100, 101, 102 нуля. Что мы получили? У нас рассыпается вся структура, поэтому такой код реально хорош, скажем, для синхронных вычислений, но не для асинхронных. Вот у нас исправление некого этого кода, при этом у нас вводится свойства самосинхронизации. Данный код с возвратом к нулю мы передаем каждый бит и у нас идет возвращение к нулю. У нас этот код трехуровневый, то есть плюс, ноль, минус. Трехуровневые коды у нас часто применяются в оптических средах. Там очень удобно как раз задавать именно три уровня. Манчестерский код типа 2 он применяется, скажем, в локальных сетях в эзернете старом. Этот код самосинхронизирующийся, то есть на нем нельзя передать бесконечную последовательность, скажем, нулей, единиц. Опять же, трехуровневый код трехуровневый этот код применяется в фаст-эзернете. Недостаток отсутствия самосинхронизации. Отсутствие самосинхронизации в коде приходится компенсировать синхронизацией в каком-то другом элементе. Итак, кроме кодирования сигналов, естественно, мы должны рассматривать кодирование данных. Если у нас код не самосинхронизующийся, то у нас самосинхронизация должна быть обеспечена на уровне кодирования данных. Если код самосинхронизующийся, то на уровне кодирования данных можно не обеспечивать самосинхронизацию. И также Также на уровне кодирования данных мы можем добавить сжатие данных. У кодирования 4B, 5B у нас 4 бита переводится в 5 бит информации, то есть некая избыточность вводится. Этот код построен так, чтобы иметь самосинхронизацию, соответственно мы можем его пускать по кодированию сигнала, когда у нас сигнал кодируется без самосинхронизации. Ну и за счет того, что у нас меньшее количество битов кодируется в виде большего количества битов, у нас код получает свойство помехоустойчивости. Ну и в конце лекции предлагаются вопросы для самоконтроля. и в конце лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...